Артём Михайлович Сычёв, первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Центрального банка России. Когда вводились карты, финансовая система переходила на банковские карты, шла речь о том, что это один из самых безопасных, эффективных, новомодных методов работы с передвижениями финансов. И действительно, наверное, сейчас сложно найти человека, который не пользуется банковскими картами, будь это пенсионер, к которому приходит пенсия, или тем более молодые люди, студенты, все с банковскими карточками. Но вместе с прогрессом растут и проблемы, и сейчас периодически в информационных сообщениях появляется информация о том, что где-то не туда перевели деньги, где-то списали со счетов. Вот по статистике, каковы цифры примерные, о каком объеме средств, которые либо похищены, либо куда-то не туда переведены мошенническими методами, о каких цифрах идет речь? Вы знаете, вы совершенно правы, что новые финансовые инструменты, когда вводились, да и сейчас, когда они работают, они действительно и эффективнее, и безопаснее, чем просто работа с наличными деньгами. Ну, действительно, к сожалению, воруют, но этот масштаб не так критичен, как может показаться на первый взгляд. По статистике, которую мы обладаем, на каждую тысячу рублей переведенных денег в электронной форме приходится всего лишь навсего 1,8 копеек потерь, связанных с хищением. То есть, конечно, в масштабах страны это фактически минимальные деньги, но при этом и Центральный банк все-таки считает, что и это очень высокий показатель, и мы проводим немалую работу вместе с кредитными организациями, вместе с правоохранительными органами для того, чтобы этот показатель снижался. Есть ли статистика по полувозрастным каким-то характеристикам? То есть, условно говоря, чаще попадаются на удочку мошенников или какие-то ошибки те, кто часто пользуется, это молодое поколение, или те, кто менее грамотный? Есть. Если говорить по половой принадлежности, то, к сожалению, на удочку мошенников чаще попадаются женщины, хотя процент мужчин, я вам скажу, тоже немаленький, то есть он больше 40. Ну, там не сильно получается. Потому что получается, да. По возрастной структуре, конечно, можно было бы ожидать, что старшая группа, так называемый серебряный возраст, он окажется в большем прицеле. Но как раз те действия, которые провел в последнее время Центральный банк, и которые предпринимают кредитные организации, привели к тому, что эта категория граждан стала попадаться на удочку злоумышленников гораздо реже. Реже? Да. В какую сторону сместилась? А сместилась это, к сожалению, в сторону группы граждан, которые находятся в возрастном диапазоне от 30 до 40 лет. Почему произошло? Потому что эта категория граждан, к сожалению, она попала в ситуацию, когда при ней появились новые технологии. Эта группа граждан не очень понимает, как они работают. Но пользуются. Но пользуются. Но пользуются. И это первый момент. Второй момент – это группа граждан, у которых есть деньги. У которых их, в принципе, не так, чтобы уж много, но они есть. Поэтому наша задача, собственно, работать со всеми группами граждан, но для каждой из этих групп граждан посылы с точки зрения киберграмотности, они все-таки немножко свои. Как это происходит? По ошибке куда-то отправили? Или действительно кто-то умеет забирать деньги? Прошли по улице, оп, списали тысячу рублей. Ну, прошел по улице, списали тысячу рублей. Это не так. Это совершенно точно. Я бы разделил здесь проблему на две части. Есть чисто технологическая и техническая проблемы. Есть проблема более серьезная. Если говорить о технической и технологической, то она заключается в том, что злоумышленники очень часто сейчас используют вредоносное программное обеспечение. И здесь метод противодействия очень простой. Желательно использовать антивирусное программное обеспечение. Конечно, не надо ставить на свои устройства, будь это телефон или компьютер или планшет, какое-то программное обеспечение с неизвестного источника. Даже если вам кажется, что все в порядке, потому что это тоже может быть источник вредоноса. Ну и, конечно, если вы получаете по электронной почте или по смс-каналу или по каналам социальных сетей какие-то сказочные предложения с просьбой перейти на ту ссылку, загрузить этот файлик, конечно, лучше проигнорировать такие сообщения, потому что, как правило, за такими вещами скрывается, опять же, вредоносное программное обеспечение. И злоумышленник просто сидит и ждет, когда же вы его себе получите. А вторая часть, про которую я говорил, которая нас волнует гораздо больше, это так называемая социальная инженерия. Что фактически произошло? Если раньше злоумышленник грабил, входя с фомкой или гадалка на вокзале, то сейчас мошенники немножко подстроились к тем механизмам, которые предоставили банки, предоставили иные финансовые организации. Например, вам приходит смс-сообщение, что ваша карта заблокирована, перезвоните по такому телефону. Иногда даже звонят. Да, или вам звонят и говорят, там, Иван Иванович, вот мы тут заметили такая транзакция. И пытаются дальше человека спровоцировать на то, чтобы он либо отдал свои персональные данные или данные платежной карты, либо совершил какие-то действия в пользу злоумышленника. Рецепты очень простые. Если вы сомневаетесь, что с вашими деньгами что-то произошло, возьмите вашу платежную карту, переверните ее. На оборотной стороне есть телефон контактного центра банка. Позвоните туда, и все ваши вопросы будут разрешены. Вам ответят на все вопросы. Основная задача злоумышленника всегда в том, чтобы вас спровоцировать на какие-то действия. А для этого, конечно, они используют довольно серьезные, хорошие психологические практики. И вот им как раз и надо противостоять. Ситуации бывают разные. В одних случаях действительно кто-то ошибся и, скажем так, поверил злоумышленнику, который позвонил, написал и самостоятельно перевел деньги. Но получается, что практически самостоятельно. Или там ситуации, когда мошенническим образом, благодаря программному обеспечению, какие-то транзакции были совершены. Вот в каких случаях потребитель, владелец карты, владелец счета может рассчитывать, что все-таки банк сможет вернуть деньги? А в каких случаях это невозможно? Есть ли такое разделение вообще? Ну, смотрите, права граждан защищены девятой статьей закона о национальной платежной системе. В рамках этой статьи есть право пользователя финансовых услуг обратиться в свой банк и оспорить транзакцию. Да, там есть определенные исключения. Конечно, если вы сами подошли к банкомату, сами перевели эти денежные средства, то здесь, скорее всего, рассчитывать на возврат денег будет крайне сложно. И в любом случае вам придется обращаться в правоохранительные органы. Но в случае, если совершаются иные какие-то правонарушения, например, ваша карта случайно была злоумышленниками получена где-то с использованием так называемого скиммингового оборудования, то есть оборудование, которое снимает информацию с магнитной полосы, тогда действительно банк вам деньги вернет. Это все предусмотрено девятой статьей. Но хотел бы, если касаясь темы скиммингового оборудования, обратить внимание, что на территории Российской Федерации этот вид преступлений практически перестал быть актуальным. Все случаи мошенничества с использованием скиммингового оборудования мы фиксируем только на территории зарубежных стран. То есть карты, которые были имитированы в российских банках, но с которыми наши граждане выезжали за рубеж. И вот там действительно в некоторых государствах такие схемы злоумышленники еще используют. А вот вы сказали, что, допустим, приключилось такое несчастье, и можно обратиться в правоохранительные органы. Это какой-то специальный отдел занимается вот этими киберпреступлениями? Или как? Как действовать? Ну вот стряслось. Что делать? Вот если что-то произошло, то, соответственно, сразу вы обращаетесь в свой банк с заявлением. Желательно обратиться в правоохранительные органы. Это ваше, собственно, районное отделение, куда вы должны прийти и, собственно, написать заявление о таком преступлении. Ну и, конечно, вы можете оставить свою жалобу действия на сайте Банка России в интернет-приемную. И мы постараемся, собственно, вместе с банком разобрать эту ситуацию. Знаю, что сравнительно недавно была введена такая мера, которая, по идее, должна предотвращать какие-то неприятности. Это блокировка подозрительных платежей и переводов, которые у нас есть. Разные слышала мнения, готовясь к интервью, что иногда достаточно сложно обращаясь в банк, там какой-то перевод происходит, вполне осознанно и все правильно, но банк считает его подозрительным. И там нужно успеть за 10 дней доказать, что все в порядке и так далее, и так далее. Вот как эта система сейчас действительно предотвращает какие-то моменты? И как она работает? Как она себя зарекомендовала? Давайте мы только сразу определим, что закон не определял блокировку. Нет такого там понятия. И права у банка блокировать нет. У него есть право приостановить действительно операцию, связаться. И обязанность при этом связаться, соответственно, с клиентом, чтобы клиент эту операцию действительно подтвердил. Да, это так называемый антифрод. Антифрод – это система противодействия мошенничеству. И мы очень внимательно следим за обращениями граждан по этой теме. Действительно, такие опасения были. Но на сегодняшний момент как раз мы видим обратную ситуацию, что, как правило, средства граждан бывают сохранены. И, как правило, система антифрода в банках срабатывает в нужную сторону. И это позволяет существенно уменьшить доход злоумышленников и повысить защищенность наших граждан. Мы можем говорить о том, что количество атак за последнее время, оно постоянно растет. Причем растет достаточно быстро. На граждан, на юридических лиц, на счета юридических лиц, на банки. Но при этом результативность атак, она не растет. А я бы даже сказал, падает. Растет количество атак, растет количество угроз. Но, наверное, это естественно, потому что, в принципе, цифровая... Наш цифровой профиль, он становится все более осязаемым и разноплановым. А какие направления можно назвать такими перспективными, куда сейчас движется? Например, знаешь, что есть биометрия, которая раньше там в паспорта одно время водилась, сейчас. Об этом идет речь и в финансовых операциях. Что еще? И как этот метод можно охарактеризовать? Вы совершенно правы. Мы, как Центральный банк, считаем, что за биометрической идентификацией очень большое будущее. Этот проект сейчас активно развивается. И хочу заметить, что он развивается, он не просто так. Он обеспечен надежной защитой. Поэтому бояться сдавать биометрию гражданам не надо. А вот какие, соответственно, плюсы от того, что человек сдаст биометрию, здесь можно будет в скором времени, я думаю, узнать и у банков. Это дистанционное открытие счета, и дистанционное получение кредитов, и много всего остального. Вот, кстати, говоря уж о проблемах, один из видов мошенничества, который сейчас активно используется злоумышленниками, это вам приходит письмо по электронной почте, вам якобы одобрен кредит. Но, к сожалению, мы вот в вашем городе не работаем, можем это сделать дистанционно. Вот только оплатите комиссию, пожалуйста. И человек понимает, что его одурачили только тогда, когда он выплачивает уже огромные деньги, взамен ничего не получает. И вот, понимаете, вот в этом случае как раз единая биометрическая система может очень помочь противостоять таким мошенническим действиям. Вы назвали эти технологии, кажется, что они сравнительно понятны, по крайней мере, со стороны пользователя, как этим пользоваться. А время внедрения, потому что, мне кажется, сейчас очень быстро все развивается, и все быстрее и быстрее ускоряется. Годы, месяцы, как скоро? Единая биометрическая система работает, и основные банки уже задействованы в этом проекте и работают, готовы принимать и предоставлять услуги. Система быстрых платежей запущена, она развивается. Сейчас порядка 12 банков с ней работают, но на них тоже не останавливаемся, поэтому все как бы в процессе, и в ближайшее время запустится и в маркетплейс. Суммируя все вышесказанное, главные пункты такой гигиены информационной. Вот, правильно, совершенно правильно. Самые элементарные требования кибегигиены, они позволят обезопасить, сделать нашу жизнь финансовую, безопасную. Еще раз так просуммируя. Первое, это по возможности использовать антивирусное программное обеспечение. Безусловно, не устанавливать у себя программное обеспечение из неизвестных источников, не реагировать на волшебные предложения, которые к вам прилетают по электронной почте или по социальным сетям. Это, если у вас есть, возникли вопросы, если вам приходят какие-то звонки или смс-ки, что-то с вашими деньгами не так, то перезванивать только по тому телефону, который указан в качестве контактного на вашей платежной карте. Вот, если эти действия мы с вами будем ежедневно совершать, если вы помните про них, что надо делать точно так же, уверяю вас, средства наши будут в безопасности. Спасибо большое!